Что нужно сделать для того, чтобы пройти любую топовую игру на любой сложности? Возможно, вы думаете, что можно родиться японцем, и чтобы всё давалось натурально, чтобы всё сразу получалось, или что нужно тратить наоборот сотни часов на то, чтобы научиться дожить дождь и проходить каждую атаку с первой попытки, как вы в первый раз её увидели, но нет. Для этого я создал список из четырёх шагов, есть четыре шага, которые вы выполните. В зависимости от того, насколько вы хотите пройти игру, вы пройдёте любую топовую игру на любой сложности. Если вам интересно, поставьте лайк, поделитесь с вашими друзьями, которые играют в топовую, и поехали! Шаг первый. Итак, для начала, когда мы начинаем проходить новую топовую игру, когда мы хотим её пройти, первое, что нам нужно сделать, это ознакомиться с механиками. Да, это важно. Повезло, если у вас какой-нибудь TOHO 6 OSD, где всего лишь ничего не надо делать, только наскорить чуть-чуть, и тогда вам, в принципе, всё равно механики, но на самом деле, да, нам нужно ознакомиться с механиками. Значит, что мы делаем? Мы заходим на топовики, допустим, мы читаем всё про механики, нам нужно понять, сколько жизней мы получаем, как мы получаем жизни, как мы получаем бомбы. Есть ли какие-то третьи механики, которые нам помогают в прохождении? Там, допустим, в TD мы смотрим, как работают спириты, трансы, где-нибудь в Уэйме мы смотрим, как работают карточки, какие карточки нам нужно купить и всякое такое. Значит, да, скоринг механики мы не трогаем, обычно мы не трогаем, почти никогда мы не трогаем, особо это не надо, если получение жизни не связано напрямую со скорингом. Ну да, посмотрите видео какие-то, почитайте топовики и ознакомьтесь, пожалуйста, с механиками. Это шаг первый. Шаг второй. Смотрим прохождение. Итак, после того, как вы ознакомились с механиками, вы уже знаете, из чего игра состоит, какие механики, вы идёте смотреть прохождение. Да, заходим на YouTube, смотрим видео, вбиваем вашу тоху, вашу сложность, находим различные видео, как кто проходил. В особенности рекомендую летсплей Мино, ссылку оставлю в описании, мои летсплеи, ой, вернее, у меня это гайд называется, у Мино это летсплей. Смотрите там у семьи Цезумы, кто там угодно, кто там снимает ЛННы, прочее, или вашу сложность. Короче, вбиваете, черпаете контент, смотрим, как кто проходит, какие у кого стратегии. Просто-просто сначала смотрим, ознакомься, это крайне важный шаг. Без этого, на самом деле, не добиться успехов, только как говорится, так что крайне рекомендую посмотреть, ознакомиться с видео. И да, специальный дисклеймер для тех, кто считает, что он самый умный, самый замечательный, кто там сам всё пройдёт, сам все стратегии найдёт. Пожалуйста, не надо изобретать велосипед. Хотя, если вы смотрите мой канал, то, скорее всего, вы не такие, но я знаю, есть такие игроки, которые, нет, я всё, сам до всего дойду, сам вот это всё пройду. Пожалуйста, если вы хотите добиваться, если вы хотите пройти любой итог игры, ну, любой сложности и в нормальное количество времени, там не 100 часов, то, да, следуйте моим шагам. Шаг третий. Практикуем. Да, это самый важный шаг. Возможно, после четвёртого, но не суть важна. Значит, есть такая волшебная тулза. Называется THPrag. Ссылку на скачивание оставляю в описании. Обязательно скачивайте всем. Значит, это был такой революционный тулзой для практики каждого стейджа, каждого паттерна, спеллкарта, нунспелл. Любая порция стейджа, всё, что хотите, вы можете там попрактиковать. И вам не надо доходить там обязательно сначала до чего-то там открывать стейдж. Вот это всё в прошлом. А сейчас все пользуются THPrag. Чтобы практиковать всё, можете очень много времени там провести. Можете такой сделать минимум. Абсолютный минимум. Это хотя бы по три раза пройти каждый стейдж. Посмотреть, что идёт. Чтобы как минимум нужно запомнить, что зачем идёт. А вообще желательно просчитать свои рауты. Что мы доджим, что мы бомбим, где мы там как проходим. И, конечно же, комбинируем это с видео, со вторым шагом. То есть мы играем, что-то не получается. Мы посмотрим, как это проходить. Да, в общем, мы это всё комбинируем. Находим стратегии. Находим, что лучше нам подходит. Как мы тут будем действовать. Сколько ресурсов у нас остаётся. Как мы зарабатываем ресурсы. В общем, это самый-самый важнейший шаг, который действительно позволяет хорошо узнать ту хайгу и пройти её как можно скорее. Так что, да. Пожалуйста, практикуйте. И, наконец, четвёртый шаг. Проходим. Да. После того, как мы чувствуем себя уверенно, мы практиковались. Мы посмотрели видео, мы знаем стратегии, мы знаем, что за чем идёт, где мы бомбим, какой дальше босс, какая дальше спеллкарта. Мы знаем, что мы будем делать на этой спеллкарте. Мы знаем, что мы делаем на стейдже. Мы знаем, бомбим, доджим, стримим, всякое такое. Когда это всё узнали, мы знаем, как проходить. Тогда уже, считай, почти никакая сложность нам даже и не помеха. Хоть там лунатик, если мы вот это все четыре шага сделали. Любая сложность, любая игра, даже, возможно, любой шот-тайп, даже, возможно, любой шот-тайп, всё это уже не преграда. И, конечно, надо всё это рассчитывать под ваш случай. Если там вам всего лишь норму мофа нужно пройти, вы можете что-то скиднуть, что-то поменьше делать, если это не так сложно. Если это какую-нибудь лунатику фо мы проходим, то, конечно, надо посмотреть всё, надо вот это всё попрактиковать, надо всё знать. Так что это зависит от ситуации, но, как бы, желаю всегда придерживаться этих четырёх шагов. И, таким образом, мы действительно пройдём любую тоха-игру на любой сложности. Да, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезным, особенно, если вы более новый тоха-игрок, вы только вкатываетесь. Вот это ваш гайд на то, как быть, как «How to get good at TOHU». Да, значит, всем спасибо за просмотр. Кстати, я создал Discord-канал. Если хотите посмотреть, заходите, пообщаемся, можете спрашивать там. А теперь уж точно, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok